Всем привет! Учитывая опыт предыдущей серии про книги для детей и взрослых, сегодня я взял не пять, а три штуки, три книжки. Думаю, так будет удобнее, к тому же не май месяц. Давайте с места в карьеру рванем, но буду доставать по одной. И первым у нас будет для разогрева, упоминаемый мною в предыдущей серии, волшебник изумрудного города. Вот именно такое издание, только советское, а это переиздание от издательства Речи, как реплика, повтор того самого издания, только на более лучшей бумаге, с более лучшей цветопередачей иллюстрацией, ну и так далее. Потому что современные технологии все-таки. И именно такое издание книжные спекулянты продавали уже по 40 тысяч рублей. Для тех, кто хочет вспомнить детство. Ну, я так подумал, ну тоже, без конца так называть людей книжными спекулянтами, просто почему у меня такой вот, для разгона речевого аппарата, небольшая предыстория, почему я так разделяю, словно бы, каждый раз упоминая букинистов, добавляя книжные спекулянты. Потому что, в принципе, я думаю, можно людей разделить условно на два типа. Тех, кто любит книги, и тех, кто, ну в лучшем случае, спокойно к этому относится. Ну как равнодушно. Нет, даже неспокойно. Все-таки, кто не понимает ценность книги. А как правило, тот, кто не понимает ценность книги или чего-либо другого, тот вообще не понимает ценности человеческой жизни, ценности вообще другого человека. Ценность, да чего угодно, честности, доброты. Ну если глубоко копнуть, так оно, по моему опыту, по моим наблюдениям жизненным, так оно и оказывается. И часто такой человек может думать, что он крутой, а остальные, ну как привязываются, что ли. Что это некий вид привязанности к каким-то вещам, заморачиваешься ты с этим. Но любить, ценить вещи и быть к ним привязанным, ну это, это прямо между этими понятиями, как лежит понятие противоположности. И вот получается, сделали у нас как-то в городке, как книжный обменник. Ну такой симпатичный, круглый, как, это что-то вроде как ствол дерева, но в нем так вот ручку поворачиваешь, разные ячейки открываешь, и туда можно взять книгу. Прямо на улице, такой как книгообменник. Вот мне какие-то книги не нужны, а вдруг они какому-то человеку нужны. Это отдельная тема, что кто-то любит новые книги, кто-то, ну, не хочет чужую книгу, книгу, которую гонял по другим рукам, да, не хочет. Ну а кому-то это нормально, да. Но в целом явление неплохое. Вот такой книгообмен. И вот у меня было много книг. Однажды я три прям огромных таких сумки, как перестроечных, в библиотеку отнес. И тоже потом понял, что, ну да, я-то думал, что я герой, раз я книгами очень хорошими делюсь с обществом. Но там я хватанул реализм, потому что понял, что просто, ну, людям работу подкинул. Надеюсь, они просто-то в мусорку не выкинут, потому что это оформлять, картотека. На лицах библиотекарь было написано именно это. О, фак. Вот. Потом, значит, книгообменник, да, я подумал, о, ну, классная идея, отнесу-ка я туда книги. И как-то рано утром я отнесся, смотрю, а уже все эти книги оттуда алкаши прут. Они прут, у них есть бабуля на рынке, которая книгами торгует. Ну, там, по 100, по 200 рублей. Для них это заработок. То есть все книги, что ты принесешь, думаешь, что кто-то эту там классную книгу найдет. А потому что это очень интересный опыт. Мне кажется, вот парень такой современный есть. Ну, как парень, мужчина. Философ. То ли сикацкий фамилия, то ли что-то. И как-то мне попадалось видео, я, может, там часть смотрел, где он как раз рассуждал о чтении, о книге, о культуре чтения. Потому что, ну, это очень ценный само по себе навык. Что он требует спокойствия, вдумчивости. Это такое невероятное упражнение само по себе. И там он говорил, что сейчас мы лишены вот этого опыта зачастую, случайной книги. А раньше такого действительно было много. Ну, в до интернета эпоху и так далее. Потому что где-то ты мог, ну, когда люди только книжные читали книги. Ну, ты мог вот в электричке зашел ехать. Да, раз, а вот на том сидении, куда ты садишься, на этой лавочке, а там книга. Ну, кто-то забыл. И это такая книга, которую ты, может быть, вот никогда бы не стал читать. А тут она тебе, словно, сама напросилась. Где-то на подоконнике. Ну, кто-то случайно. Ну, книга могла найти человека случайно. Это и сейчас может быть. Но тогда такого было, как это, вероятность была больше. У меня вот такой случай был, я уже рассказывал на канале, как я читал Ника Перумова фэнтези. Потому что это я после университета уже в армии был и в армии попал в госпиталь. И я бы вот уже фэнтези, наверное, не стал бы читать. Ну, вот так просто от себя. А поскольку я соскучился по чтению, и вечером было время почитать немного. А тут книга просто лежит на тумбочке. Я спросил, чья, не чья. Кто-то выписался и плохо поступил, не отнес в библиотеку госпитальскую. Поэтому я ее взял, начал читать. Сначала что-то там кривил, что-то это. А потом читался. Все равно читать нечего. И потом даже я всю серию про этого там Некроманта его, по-моему, прочитал. Ну, и библиотеку вернул в госпитальскую. Ну, то есть я бы эту книгу вряд ли бы уже в жизни взял. Может быть, там в подростковом возрасте я бы почитал. А так, ну... А так я получил такой опыт. Просто и сам по себе такой опыт, он интересный. И так далее. А здесь ты и ты вот думаешь наивно, что сейчас ты такой, кому-то экспириенс такой устроишь какой-то. Кому-то, может, эта книжечка, кому-то, может, биография Менделеева будет интересная и так далее. И когда ты видишь, как алкаши просто вот так прут, надрываясь все эти книги по-быстрому с утра на рынок, чтобы их просто делать на них бабки, ну, им до лампочки эти книги, и женщине, которая продает до лампочки. Это не та атмосфера, где книги любят. Какие-то библиотеки, книжные киоски, если они хорошие, там бывает, магазины такая, бывает атмосфера. Ну, раньше всегда так было. Много мест было, где ты чувствуешь, что книга ценится. Ну, тогда в целом мы все так воспитаны были, что книга это нечто ценное. Сейчас, конечно, это меняется в том числе и благодаря куче макулатуры. Ну, то есть, такой литературы, она не несет себе какой-то высокой ценности, уж тем более, там, нравственной или какой-то такой. Это, ну, чтиво, там, может быть. Или какая-то больше сейчас как-то же не техническая литература, ну, ну, какого-нибудь вот такого, да, из серии советы, как стать счастливым, как жить. Когда вот эти авторы пишут по 25 томов, как стать счастливым, потом после 25 тома в окно выкидываются, потому что уже депрессняк уже совсем довел. И вот таких людей я называю книжными спекулянтами, которые продают книги, ну, скопом. Они их просто добывают и перепродают. Такой человек и заработок. Ему тоже надо кормить семью, платить счета, это я понимаю. Но, когда я вижу, как на Озоне, ты понимаешь, что человек, он продает это тоннами, эти книги, потому что он выставляет вот просто обложку. Называется типа букинистика. И там просто обложка сдернута из интернета. Ни одной фотографии. Ну, вот я себе представляю, я хотел бы БУ в своей книге продавать через Озон. Ну, я бы каждую сфотографировал. Несколько, немножко, может быть, коротенькое видео бахнул бы, да. Фотографии сделал, показал бы, где вот здесь, сбито здесь, чтобы человек точно, зная, что он покупает БУ книгу, а я сам иногда так на Озоне покупаю, вот те книги, которые, ну, а по-другому их не найти. И ты точно будешь знать, ну, что тебе приедет, да. То есть, если там в середине книги на ней чистили селедку, ну, покажи, просто так и скажи. Так и так, вот тут вот остатка, вот, похоже, с икрой или с молоком. Нет, это, наверное, с молока селедка была. Но, в целом, книга, да, вполне читаемая, текст на этой странице проглядывается, все очень даже неплохо. Уже не шмонит, за много лет выветрилось, что оно у меня там на чердаке валялось. Бери. Но человеку, для которого это заработок, да, и у него вот так вот, алкаши натянули ему горы книг, или где-то он их скупил там, или ему ребята на свалке, да, кто работает эти, как они там называются, ну, такие мусорщики, которые по свалкам гоняют, там, ценные вещи еще притаскивают ему. Ну, ему не до этого, это же время надо, да, оформляет, ну, нафига. Взял обложку из интернета или вот у других продавцов таких же и разместил. Теряется, а для меня это важно. Если нет уважения к книге, ну, что ты поделаешь? Как я такого человека могу назвать, там, букинистом? Букинист, это, вот, словно он ценит, да, он знает, какие здания ценные, старые, там, они у него есть, и он этим, ну, как антиквариатом приторговывает. И сам что-то себе, может, добывает библиотеку, да, ну, такое, я могу человека такого назвать букинистом. Но, с другой стороны, ну, а что тут плохого? Потому что, что значит книжные спекулянты? Вот уже в другом случае. Вот как раз для меня книжные спекулянты, это вот этот вот такой мейнстрим, да, алкорыночный, уже перекочевавший в интернет, в сеть и так далее. А вот, прям, мысль немножко ушла в сторону. Такое затянутое получилось предисловие, я уж подумал, что надо, наверное, книжки было вам показывать. Ну, а что делать? Без труда не вытащи рыбку из пруда. Нужен определенный настрой. Смысл показывать книгу, да, к людям, у которых нет книги уважения. Если у вас есть уважение к книге, вам наверняка будет, как, будет приятно послушать и вот это твое. Мой посыл, мою историю, да. А если у человека нет уважения, может быть, он уже выключил это видео или же послушает, задумается. Что-то переосмысливает. Потому что это, это в целом политика государства должна быть такой. Политика, она же обо всем. Какое у нас должно быть образование, какое у нас должно быть здравоохранение и так далее. Какое у нас должно быть армия? Это же все политика. И вот я наблюдаю, что в СССР в целом это было. Это прививалось. Что учитель это авторитет. Что книга это ценность. Что знание это ценность. И преподаватель, да, это не обслуга. Это не парикмахер, не в обиду парикмахера. То есть преподаватель это авторитет. Ну, разумеется, преподаватель должен там соответствовать, но тем не менее, чтобы стать еще и нравственным авторитетом. Но тем не менее, это авторитет. Поэтому, если ребенок, у ребенка что-то шло не так, или он где-то допустил, ну, где-то он нахулиганил, где-то у него неуспеваемость, то вот мы все практически понимали. Ну, были, наверное, исключения. Ну, вот я с кем не общался, своего поколения, ну, там плюс-минус, может быть, еще в нахлестке. Все это вспоминают. Что если ты в школе что-то вот там натворил, или что-то у тебя не так, и родительское собрание, ты понимал, что родители будут на стороне учителя. Ну, ты просто дважды огребешь. Не будет такого, что у тебя родители скажут, ой, школа, это дебилы, вы охренели там моего ребенка. Он индивидуальность, он личность. Как вы смели, что там это. Нет, ты просто и там, и там теперь будешь огребать. И ты как раз был заинтересован, чтобы родители с учителем не пересекались, и вот эти каких-то тем не касались твоего поведения или твоей успеваемости. Потому что в этом случае на тебя будет двойная нагрузка. Они между собой договорятся, и тебя будут прессовать и там, и там. Они придумают какие-то решения, куда тебя там пересадить, или еще что-то. Или родители скажут, да, да, нормально. Пусть стоя стоит весь урок. Одобряем. И, ну, а в худших случаях еще и дома, да, выхватишь. У всех семьи разные, у всех это по-разному, но тем не менее само это давление, сама эта строгость ощущалась. Сейчас это, конечно, размывается. А так, я считаю, должно быть. Если нет уважения к книге, нет уважения к учителю, ну, все. Какое общество, как говорится, из этого мы будем воспроизводить? Там мясо начнется. Поэтому, конечно, ну, продает человек, допустим, вот я сам думаю, вот было бы у меня советское издание, два, например. Продал бы я за 40 тысяч, подвернись такой возможности. Я думаю, да. А чего не продать? Потому что здесь уже кто я, спекулянт, да, или антикварт, букинист. Потому что ценность-то книги, она, как и любой другой вещь, она определяется не ее себестоимостью, не всегда, точнее, определяется ее себестоимостью, а в том числе и редкостью. Например, если не погружаться в мир каких-то там, не знаю, монет, например, ну, ты подумаешь, ух ты, я сейчас вот нашел там, вот здесь вот прям раз, древнеримскую монету, монета, вот, травестник Иисуса Христа, или даже нашел какую-то монету до нашей эры. Ну, наверное, это ценность. Забираешься на эти форумы, этих нумизматов, да, и узнаешь, что ей цена там 50 или 100 рублей. Вот за сколько у тебя ее могут купить. Ты как так? Это же древность. Да потому что таких монет их очень много. Их постоянно находят. А вот есть монеты, также и марки, да, ну, которые, их всего в мире, допустим, 10, и из них на пяти, там, если какой-то чешуйчатый дракон был изображен, да, уже чешуя, например, ну, сточено, стерто. А на пяти монетах, в принципе, рисунок читаем, он почти весь цел. Ну, и, конечно, вот чем определяется цена. И вот такая ситуация. Кто-то уже готовится к книжечку сейчас, сейчас выставлю на Озон, так, этот по 40 тысяч продает, да, или там на сайте каких-нибудь этих аукционных. Сейчас, сейчас выставлю, ну, за 38 выставлю. И тут новость. Издательство «Речи» выпускает переиздание того самого советского издания, которое многим дорого людям, они хотели бы вспомнить свое детство, может быть, детям передать любовь именно к такой книге, к таким иллюстрациям. И стоит это там, ну, от 200 до 400 рублей, например, в зависимости от скидок, акций и так далее. Тиражом, каким мы речь издала, я так издала это. Тираж 7,5 тысяч. А ценность тех самых ламповых советских изданий в том, что трудно найти, ну, где обложка не оборвана, страница внутри не разобрана, селедочку не чистили. Если есть книга в очень хорошем состоянии, хотя книга разлагается со временем, именно поэтому появляется у нее такой запах, который, наоборот, книга любы-любит, да, как в библиотеке пахнет. Ну, это запах, это разложение этой бумаги и так далее. Вот, пожалуйста. Вот такая ситуация. Вот так речь помогла этим мощнейшим букинистам. За что речи огромное спасибо. Как вам? Классная, да, атмосфера? Почему я с этой книги начал? Потому что я не могу сказать, что вот она меня захватывает, но я еще не провел с ней время, не почитал. Это именно мои тоже первые впечатления от книги. Ну, в целом, мне ее приятно держать, нравится, но вот иллюстрации словно не мои. И я задумался, почему так? Потому что в детстве я любил этот цикл. Ну, это как в Америке, да, по-моему, это «Волшебник страны ОС», а у нас вот перефраз «Волшебник изумрудного города» и продолжение там. «Деревянные солдаты», «Урфинджюса», потом «Огненный бог моранов», ну и так далее. И я вот, ну, я не помню, может, у меня без иллюстрации было, а сам цикл я любил, но я смотрю, что вот люди там в комментариях умиляются, потому что это книга их детства и так далее. А я смотрю, ну, прикольно, да, вот. Ну, прикольно, прикольно иллюстрация. Но мне вот какое-то трепетное восхищение. Тут часть черно-белых иллюстраций, часть цветных. Вот так вот черно-белые выглядят. А часть цветных. Так, это вот домик уносит. Смерч. Так, по-моему, я сейчас специально запомнил. У нас 62-й страница. Я перед съемкой просто вот так вот пролистнул пару раз книгу, и мне выпало, я запомнил. 62. А нет, 62, это похоже вот это. На это вот это. А там что-то, может, 90 было. Где она с бастинды бьется? Так. Ну, это такой Гудвин. Великий ужасный. Да. Так, ну вот еще давайте парочку вам покажу примеров, да? Чтобы вы знали, что есть такое издание. Если это книга вашего детства, и вы хотите как-то окунуться в эти воспоминания, или своим детям эту свою любовь передать, вот, заказывайте. Возможно, они еще есть в наличии. И вот. И вот, значит, битва, да. Эли с бастинды. Я смотрю, ну, думаю, ну, тут нема, бастинда какая-то, господи, уродская, что это на одном каблуке? Это что? Это какой-то мужик-монах, там, поехавший крышей, да? Впавший в прелесть этот. Как это? Ареман или кто там? Нет, какой Ареман? Арианство, да, это? Кто там? Кто там? Он в сатанюгу превратился? Или, может быть, это, да, вокалист какой-то трэш-метал группы? Ну, тут зонт почему-то, а не гитара. Блэк металла какого-то адского. И тут я вспомнил, потому что у меня в детстве был, этот, диафильмы. Как это, фильмоскоп называлось, да? И пленка. И цветная. Ты ее заряжаешь, вот, как фотопленку, и крутишь. Кадр проворачиваешь. Нужно или потолок, если белый дом и потолок, или стена, или просто не вешать. Ну, и как вот кино смотреть. Семью там собрались, или, да, там, в гости еще кто-то пришел. И вот крутишь, и под каждой картинкой текст еще. И читаешь. Вот только как, это не комикс получается, да, а одна вот картина, действие какое-то. И вот я не помню, ну, и там по-другому было. Я, можно поискать, вот, что за художник там был. Может быть, я вспомню, что, о, вот я прямо вот таких вот, эти обезьяны летающие. Ну, мне нравилось, может, потому что я другого ничего не видел, да, потому что в детстве же психика очень впечатлительная. И вот поэтому, я думаю, для меня вот именно эта книга, эти иллюстрации, ну, они какой-то ценности не представляют. Поэтому я на ней, знаете, уже как со стороны смотрю, там, ну, что ты-то вот рот открыл, да, там, о-о-о-о. Какая-то Элли, да, неженственная уже. Или что, или здесь вот эта кучеряшка, да, спереди идет. Ну, что это такое? Ну, а я думаю, дело в этом. Но, поскольку я вспомнил это уже вот по пути на съемку, я не смог успеть, ну, не успел поискать художника, еще что-то. Вот. Ну, все, это у нас вот такой разогревчик. Значит, знаете, что есть такое издание? 6+. Мы с вами точно попадаем. А, ну, давайте, кто художник? Ну, вот, Форзов. А вот так вот в развороте собраться со стороны, видите, обложку. Так. А Нагзац? Ну, Нагзац повторяет Форзац. Хорошо. Ураган. Рисунки Бундина. Ну, вот, кому нравятся рисунки Бундина, добро пожаловать. Значит, следующий лот нашей программы, нашей книжной передачи, это, не поверите, та самая, кто смотрел первую серию, первую серию цикла «Книги для детей и взрослых». Тот, наверное, слышал. Что там я, где там я объяснил, почему я ее не купил, и пока говорил и рассказывал, вам советовал приобрести такое издание, понял, что и самому надо брать. Потому что на Озоне оно уже исчезло, на Вайлдберрис, по-моему, еще есть. Ну, может, еще там остатки тиража догрузят. Быстро разбирают. Я, в первую очередь, для себя это издание взял, потому что это художник Тамара Юфа. У меня есть «Колевала», ну, вся работа ее жизни «Колевала» с Тамарой Юфой. И появится еще несколько книг. Я думаю, там мы подробнее, словно мы, вот, сделаем такую подборку, вот, книг Тамары Юфа. Не все, ну, а те, которые у меня на руках, которые чем-то меня привлекли. Ну, конечно, да, вот, да, 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 надо брать. Я не хотел, потому что, ну, мне не все иллюстрации нравятся, ну, то, все, ну, нет, книга замечательная. Очень классно сделана. В ней есть какая-то душа. Бывает так вот. Вот не хочется обижать изумрудного города волшебника, но, ну, просто книжка. Просто хорошая книжка, классная. Ну, для меня. Давайте так вот дадим шанс, что для кого-то она станет сокровищем. А вот есть книги, у которых вот вдруг вот получилось, да, вот как человек, он издревле пытался себе подобного замолотить искусственным способом. Какого-нибудь гомункула, там, голема, что-нибудь такое наколдовать. И вот как же, та же тайна, да, тайна. Ну, как вот, как вдохнуть во что-то с жизнью. И вот тем, в этом и тайна искусства, что иногда в искусстве получается, а книги, вот такое хорошее, интересное издание, это тоже как вид искусства. Книга-издание. Это предмет культуры. Вот максимально, насколько мы вообще достигли, да, чтобы делать вот, какой должна быть книга. Какой она вообще должна. Просто серая обложка, название, автор и внутри текст. Или вот такой. Или предметом. Ну, может быть, искусство громко сказано, но я думаю, вы понимаете, о чем я сейчас говорю. И вот иногда так получается, ты чувствуешь, что у книги есть, ну, что она как живая. Не, блин, не в мистическом плане, не в религиозном, а вот просто. Ну, есть в ней какая-то душа, изюминка, есть в ней ценность. То есть, по-любому, коллектив, который работал на этой книге, они будут переживать, что ли, как за детей, да, так или иначе за ее будущее. Что тираж исчезает, или что где-то за бесценок ее продают, или небрежно с ней обходятся. И вот у этой книги, да, да, да. Она еще так сделана классно, очень легко открывается. Вот макет книги мне очень понравился. Видите? Она не трещит, не хрустит, и кажется, что уж выгибается. Ой, а не будет ли сейчас проблемкой, не треснет? Ну, может быть, рано или поздно треснет? Запах отлично, типа. Очень. Я так не часто встречал. Вот из-за того, что они, видимо, вот этот вот, я же не разбираюсь, там, колонтитул. Я хоть смотрел, но все время забываю, как там... Не, колонтитул, это я уже какой-то бред несу. Какие-то слова. Как там? Каптал, да, вот эти все там, ну, как корешок делается, что, какая часть означает, вот эта обложка. Дальше название вот этого, ну, это Форзац, Задинакзац, да. Вот это называется, это пошли титульные листы, на них, по-моему, четыре выделяется. То есть вот первая такая распашка, вторая, и только потом, вот, по-моему, начинается, да, обычно, там, содержание. Всего этого есть свои названия, все это очень интересно. И вот здесь, вот, видимо, благодаря вот этому, видите, как, ну, что ли, отступу, вот этому. Так вот она сшито, склеена, чтобы, ну, просто вот, как шкатулочка, так легко ли, легким движением руки, как говорится, легким движением руки, что спереди, что сзади. 12 плюс, поэтому смотрите сами, попадаете ли вы по психологическому возрасту в эту категорию. Я, может, конечно, и не попадаю, кто знает. Ну, а иллюстрации, ну, что сказать, ну, это Тамара Юфа. Она сама, как из Карелии, она знает этот дух Лаплана, как Лаплана Финский, или как сказать. Но, конечно, на мой взгляд, на мой взгляд, ей как-то мужики словно не удаются. Я вот погляжу на мужиков ее, надо еще в Колевале, понимаете ли, посмотреть. Ну, словно немножко женщина в ином обличии. Вот, словно понятно, женщина хотела нарисовать мужчину и нарисовала женщину, но в облике мужчины. Ну, это так на мой вкус. И Колевалу ее многие называют женской, но в хорошем смысле, что у нее там о нелегкой женской доле, так сказать, получилось. Но я вот для себя вот это именно в Снежной Королею подметил. Ну, вот какой-то... вот женщины топ. Лаплантка и финка, вот как раз сказка. Кому еще, да, как к нежителю Карелии? Ну, конечно, со своим колоритом вот этим узнаваемым. очень здорово. Очень здорово. Снежные такие приключения. Очень здорово. Я рад, что эту книгу я все-таки взял, потому что я думал, да зачем мне это? Ну, я в прошлом видео рассказывал, да? Вот это Андерсон, это Снежная Королева, господи. Шикарно. Сейчас я вам какую-то хотел показать. Не, ну, очень классно. Бумага очень качественная. Мелованная по-любому. Блеск. Вот это издание горячо рекомендую. Дуванчик. Даже вот нравится мне не нравится что-то или еще что-то, ну, это замечательно. Ощущения очень классные. Всего одну иллюстрацию они не смогли. Не смогли здесь напечатать, потому что коллектив издательства Речи, они нашли все эти оригиналы иллюстрации в каком-то музее где-то хранятся. И они их сделали еще получше, чуть-чуть себе позволили увеличить, но чтобы это не ущерб качеству пошло. Поэтому эта книжка чуть-чуть побольше даже советского издания. А это его как возрождение, но в лучшем качестве. И я смотрел фотографии вот там один из художественных редакторов их Марина Демина, кажется, или как-то так. Фамилию она выкладывала, вот написала об этом. Ну, в общем, лучше выглядят иллюстрации, более качественно, напечатаны теперь лучше, но одна иллюстрация не знаю какая, по всей видимости она так там и не показала. Во всех изданиях то есть был вариант только ее из книг вот как-то отсканировать. потому что там она погибла или потерялась или что-то, ну, оригиналы. Но никак. Потому что она везде изначально была плохо напечатана в советских издательствах и ее можно снять и здесь тоже было бы, но это бы выбивалось. То есть кажется, да ладно, но книга должна быть классной, то есть должно быть все классно. Вот раз, два, и тут вдруг бах и будет клякса, который, да, передаст суть, идею художника и так далее, но это будет не то. Это словно вот нужно, да, вот издатель, для издательства надо, наверное, придумать какое-то, но это опять же, если у нас будет с вами такой спрос, словно вот какой-то книги альманаха, может быть, ежегодного, да, как журнал, альманах, такой, как буклет, который выходит и где издательство рассказывает о своей работе, а, ну, в принципе, они в сети это могут делать, но, может быть, и на бумаге, да, чтобы именно печаталось, и там именно вот, ну, то есть они стараются, но, знаете, вот эта лента общая получается, ты заходишь в ВКонтакте или в Дзен речь, и я их понимаю именно как блогер, это просто вот лента, это сиюминутная, и поэтому публиковать нечто ценное, оно быстро улетит, вот чем вот эта система ленты плохая, система чатовая система, потому что что-то ценное, оно должно быть, ну, для него нужно нужно пространство, в их случае это сама книга, выходит книга, а там уже по мере возможности что-то они пишут, ну, и размещают информацию о новинках, скидках, еще о чем-то, но мне вот словно, да, вот как любителю книг читателя, получается, не хватает вот такого именно альманаха, вот где издательство рассказывало за квартал или за год, вот они издавали такие издания, что-то они планируют, да, но это действительно все, в интернете проще писать, и показывают, что вот не вошло, значит, можно на год, вот что, и самые интересные истории, чтобы там вот можно было, но тоже, с другой стороны, может не наберешь материала, да, это нужно подумать о такой концепции, ну, нужна ли она, потому что, если за два года пару таких случаев было с иллюстрациями, ну, и бэкстейдж, да, нужен, как они добывают все эти иллюстрации, как они мучаются с этими правами музейными, там, авторскими, как приходится там договариваться, что в какой-то, в городе фотограф какой-то пришел и снял, сумел сфотографировать правильно эти иллюстрации, потому что, где взять денежки, напрыгнуть в самолет, туда полететь, это же издательство тоже не такого масштаба, как Эксмо, а вот, думаю, тоже, конечно, классно, да, но это тоже, кто-то должен снимать, кто-то должен у них таким талантом и желанием обладать и временем, чтобы все это нам рассказывать, короче, им нужно, да, блог на ютубе вести и все, прям такой вот, ну, я бы согласился, присылали бы мне материалы, да, я бы просто рассказывал, вот, именно, чтобы мне показывали, напечатано, может быть, напечатали, да, на одном листе, вот, то, что не смогли, как получается, и вот этим всем заинтересовывать, рассказывать, потому что это уникально, бывают такие видео, да, показывают, как книгопечатание происходит, ну, цех, краски, как-то все без души, без искорки, без юмора, не в обиду тем, кто это делает, спасибо им, да, но этим не захватишь, тут надо проповедовать, практически, любовь к книге, так, ну, ладно, сейчас я хочу паренька, ну, вот, вот, это, мне очень нравится, классно такое, классный рисунок, да и ладно, и к лучшему, знаете, я хотел найти, вот, ну, показать, где мне вот паренек не нравится, что он выглядит не как паренек, да, или что-то, ну, а зачем, в целом уже книга просто волшебная, изумительная, в общем, горячо рекомендую приобрести это издание, ну-ка, давайте посмотрим его тираж, ну, это правда чудо какое-то, оно так легко открывается, не в каждой книге, очень классное решение, посмотрим, насколько оно долговечным окажется, ну, три тысячи тираж, три тысячи экземпляров, класс, тот случай, когда даже вот и не нужно ни тиснение, ни еще чего-то, она сама по себе, вот этот такой рисунок, он выглядит, начинает словно объемным, ощущение от него классное, очень я доволен, что купил эту книжечку, как вы сами видите, да, у меня на лице написано, что от волшебника изумрудного города, вот, как ни крути, но нет у меня, на лице, мое лицо не просияло, при всем уважении к труду издания, художника, ну, оформителей, всех, кто участвовал в этом труде, смог там разыскать эти иллюстрации, которые дороги многим нашим соотечественникам, но это просто восторг, это чудо какое-то, ох, спасибо, и тем более, вот говорю, 12+, мне кажется, я попадаю, все, остается третья книга, я сейчас буду пировать, ну, оторвемся по полу, это просто будет, это, как говорил, как это, Даффи, его, кажется, звали, из фильма «Пляж», ну, это книга «Пляж», да, и фильм по ней сняли, с Леонардо Ди Каприо, это полный к хренам улет, понял? Отпад. Все, итак, пришло время третьей книги, Калиф Аист, если попытаться, вот, описать как-то это издание вкратце, то это, ну, это бомба, это ураган, это термоядерная крещенда, это как ума помрачента, это сказка. Издательство Лоретто, наверное, первая книга у меня этого издательства, Калиф Аист, книгу эту мне подарили. Подарок просто ураганный, топ из топов. Сказка и с детства, сказка эта с детства мне известна, но иллюстрация, оформление, она, видите, такая большая, крупная, это просто космос. как говорится, эта книга словно стала какой-то вот, как не квинтесенция, вот, как кристаллом, который отражает вот какую-то всю мою, может быть, даже в каком-то смысле иррациональную любовь к Ближнему Востоку, к арабскому миру, ну, все, что вот это, Персия, Амархаям, может быть, тысяча и одна ночь сказки, наставили на такой путь, но это вот одна из моих тоже любимых культур, здесь мне нравится все, ну, там вот табакерку или что-то, да, он держит кувшинные ножи, ну, мне нравится все, все искусство, ну, это просто бомба. Посмотреть, собрать со стороны, здесь у нас, естественно, волшебное слово, помните, как вы, знаете ли, мутабор, просто мощь, удивительное здание, это просто сокровище какое-то, просто как сундук с сокровищами, как вот, мегребинец, когда Аладдина затащил в подземелье, а там просто комната, одна комната краше другой, сокровищ, ну, классический, восточный, антураж, это просто бомба, видите, как он сидит, как он лежит, да, на этом диване, все вокруг, вот, эти там, и явства, эти кувшины, туфли, восточные, с носами, загнутыми, там, подушечки, винограды, гранаты, что там там, хурма может быть, да, вот это лежит, витражи, я думал, что когда эту книгу я открою, думал, ну, совсем прям будет, как, как вот на Снегурочке я, или на Снежной Королеве, да, меня прорывало, но здесь, конечно, может уже, что эта книга третья идет, или как-то там, что я, может, да, ну, все-таки тут, нахожусь уже, там, несколько часов, да, на таком, достаточно, балтийском, прохладном, ковре, но, нет, я думаю, что, ну, она просто такая классная, что, вот, ее прям надо и разглядывать, вот, посмотрите, как он чашечку держит, то есть такая книга, где, ну, а что говорить-то, ну, только идти, брать, покупать, ну, просто посмотреть на выражение, вот этого, я не могу, у меня действительно сказать нечего, вот же тут все топ, и это не тот случай, когда ты открываешь, ух ты, а я думал не топ, нет, правда топ, ну, ну, все, вот даже то, что здесь они, такой синий фон, да, вот этот вот, как золотистый пошел, все, мутобор, вот, ну, пошел волшебство, вот как это все сделано, вот лично мне, ну, невероятно нравится, видите, там, впереди каравана, да, с посохом, ну, просто бери и разглядывай, какое-то волшебство, ну, ну, просто огонь, какие цвета, вот такой литературки, да, и можно сорваться, в приключения, ну, в моем случае, рабочее приключение, как-нибудь, когда-нибудь, да, когда возможности и средства сойдутся, надо прям ехать, ну, чтобы молотить видео, и в таких тоже краях, об этих культурах, просто космос, какой-то, ну, это просто, вот они в отрыв уходят, мутобор, вот сейчас ребята кейфанут, просто улетают в отрыв, табакерочка с этим, с порошочком, закидываются, пока калиф произносил эти слова, парящий над прудом айс, широко раскинул крылья и опустился на воду, калиф поспешно вытащив из-за пояса шкатулку, достал оттуда щепать порошка, то же самое проделал и великий визирь, оба одновременно вдохнули порошок и разом воскликнули, мутобор, вот он, шкатулка табакерока, ну, вот они превратились, вайс. Дальше они что там, вот это слово, да, волшебное, они, по-моему, забыли, и все, и беда-беда, посмотрите, какая восточная красота, тени, видите, отпали. Это просто ураган. Ну, в общем, что тут показано, да? Пора, наверное, закругляться, потому что тут каждая страница космос. Сейчас посмотрим, где они с триумфом возвращаются. Волшебство. Вечерина. Вот, посидеть, да, нормально, что-то обсудить. Вот, ребята умели рассказать интересные истории про Синбана-морехода. Так. О, все, возвращаются. С богиней, так сказать, все, на коне, как орел. Сравнение. С crianças. Так. Все, Hamb 42. Повтори. Всё, сс. Сoms. Тов/. Как ореет. Тов drin. Тово. ciao. все дети нам пошла жара смотрите туфель теряешь тираж 4 экземпляра был в двадцатом году потрясающе такая звездное небо ну астрономия алгебра и немножко волшебства в общем вот такие потрясающие книги знаете что такое существует украшайте ими своими дома и до новых книжных видео